Детфан на связи! В этом видео поговорим про реалии крейсера ЗАО, обзор, тактика и сочный бой на фоне. Все для того, чтобы вновь поговорить об одном из самых приятных топов игры. Видео создано в благодарность очень щедрому подписчику канала. Ну а теперь перейдем к делу. Если вы слышали про ЗАО, что он лютая имбища или то, что он ужасный кактус, знайте, что вас хотели обмануть. Фишка данного крейсера это шикарный баланс плюсов, за которые можно потерпеть минусы. И это совсем не удивительно, ведь почти все слабые стороны корабля так или иначе есть во всей ветке. Потому привыкнуть к этому геймплею мы уже успели, а потому радость от обладания топом в большей степени превалирует. Но разберемся во всем по порядку, разобрав ТТХ и взвесив возможности ЗАО. Параметр живучести японского крейсера небольшой, боеспособности меньше, чем у одноклассников, но в отличие от британского и французского картона, эти крохи закрыты каким-никаким бронированием. Благодаря чему можно танковать и идти в агрессию, создавая возможности для всей своей команды, но увлекаться не стоит. Все же это крейсер, и его борт уверенно держит удары только эсминцев, если... А крейсера и линкоры дают в борт нам кучу белого урона. И при правильном расположении звезд на небе еще могут и пачку цитаделей взять в придачу. И это крайне неприятно. Тем более, что борт у нас достаточно длинный, и попасть в корабль в такую проекцию не составит труда. Хотя под углом не всегда и линкоры, и уж тем более крейсер пробьет ЗАО бронебойками, но тут много решает удача и читерное строение носа японца. Хотя фугасный урон корабль принимает на ура, и это стоит помнить, за счет чего перекрестный огонь ЗАО очень не любит. ПТЗ серьезно режет урон от торпед, но с малым запасом прочности даже урон от одной порезанной торпеды будет ощутен, так что расслабляться не стоит. Огневая мощь корабля представлена 12-ю орудиями 203 мм. Их отличительная черта на 10 уровне не меняется. Высокий разовый урон фугасов, шикарный шанс на пожар, но чертовски низкая скоростейность, за счет чего по ДПМ ЗАО это крайне слабый корабль. Но зато есть возможность разгонять этот ДПМ за счет пожаров на нескольких кораблях сразу, ведь почти что каждый второй залп по линкору будет заканчиваться пожаром на палубе. Одно, но давать полные залпы опасно, ведь угол открывающийся противнику делает нас уязвимыми. Но благодаря сносной баллистике воевать на дистанции против линкора очень просто. Тут залп может стать настоящей головной болью линкоровода. А на средней дистанции наши орудия прекрасно вынимают цитадели из крейсеров на бронебойках. Это оправдывает редкое переключение на данный вид боеприпаса. Однако бой на средней дистанции это также большой риск для нас самих. Потому важно помнить, что удачно положенный фугасный залп может снять где-то с десяток тысяч урона, что тоже неплохо. И в этом случае мы практически ничем не рискуем. Такой выбор геймплея оправдан хотя бы потому, что у зайки низкая скорость вращения башен, что при стрельбе на средних дистанциях не очень комфортно. Хотя японец не был бы универсалом, если бы его показатели маскировки не были столь хороши, что позволяли бы играть в охотника за эсминцами. И хоть после вырезания механики инвизной стрельбы из игры данный параметр чуть-чуть растерял в ценности, тем не менее возможность пропадать из-за света буквально на дистанции 10 километров, если нам это выгодно, или же участвовать во фланговых атаках, это те возможности, которые сложно переоценить. Тут, кстати, может пригодиться еще и вполне годные скоростные показатели. Однако не всегда это будет получаться у нас. Посредственная защита ПВО в боях с авиками заставляет играть более сдержанно. Конечно, за градкой отбиться мы сможем, но без нее ЗАО станет чуть ли не кормом для авиков. Кстати, чуть-чуть не забыл. Как и любой другой японец, ЗАО может похвастаться наличием торпедного вооружения. 10 быстрых торпед с борта это серьезный аргумент в любом сражении. Минус только лишь в том, что идут они всего лишь на 8 километров. А их угол сброса крайне неудобен в атаке, да и в отступлении приходится нехило раскорячиться. Так что, как по мне, это вооружение исключительных случаев. К примеру, проспамить дымы, торпедировать линкор на отступлении или проспамить пролив, если ожидается появление цели там. Но не более того. А идти на риск ради торпедной атаки не стоит. Велик шанс, что вы можете умереть раньше, чем воспользуетесь торпедами. Раскачек командира и корабля много. От сейвовой до крайне рисковой. Но так как игра от шлифования синей линии меня не радует, я выбрал крайне агрессивную сборку, которую могу посоветовать только лишь тем, кто понимает, на что идет. А остальным я бы посоветовал более сдержанную сборку, но об этом чуть-чуть позже. Перки я, к примеру, беру такие. Арт-тревога, мастер-наводчик, взрывотехник, маскировка, суперинтендант, далее УОП, а на сдачу отчаянный. Если вы не планируете идти в крайнюю агрессию, то можете сменить маскировку, к примеру, на еще один перк для ПВО. Вследствие чего, при заградке, мы будем очень неплохо противостоять авиации противника. Модернизации лично я выбрал такие. Основное вооружение – это классика. Системы наведения дают возможность уверенно ложить залпы даже по эсминцам на дистанции. Орудия главного калибра в третьем слоте поднимают ДПМ. Но помните, что комфорт снизится из-за этого в разы, ведь в циркуляции башни перестанут успевать за нами. Сейвовый вариант тут – дальность льбы. С ним рисков меньше и комфорт игры выше. Ну а четвертый слот – живучесть. Пятый – рули, дабы лавировать меж залпов, а заканчиваю раскачку я опять же маскировкой. Но сейвовый вариант опять отмечу рули. Мой же выбор, повторюсь, маскировка. И в первую очередь она помогает мне пропадать из-за света и избегать излишнего фокуса. Ведь я люблю играть на средней дистанции, где очень велик шанс того, что при неверном движении вы отправитесь в порт. И кто бы чего не говорил, меня этот выбор спасал часто. И только лишь если рядом тусовал эсминец, мне приходилось терпеть и танковать фланг. Также это помогало мне при игре, когда я с эсминцами участвовал в атаке точек. А если последние мне еще и саппортили, то почти с гарантией точка оставалась за нами, а все противники на ней умирали. Тут, кстати, важно еще отметить то, что благодаря моей сильной любви в упорывании в атаку, я предпочел заградки гапу. И использовал его при охоте на те самые эсминцы и стрельбу из дымов. Повторюсь, при фокусе авианосца обычно наступала боль, ведь без заградки зао это корм. Уверен, не всем понравится мой выбор, тем не менее отмечу, что он крайне веселый и адреналиновый. Бывали, конечно, случаи, когда я оказывался в ловушке, как сейчас, и это баста. Повернем бортордеру, умрем. Продолжим атаковать, опять же умрем. Перестаем стрелять и узнаем, что рядом есть эсминец и засвет не пропадет. И теперь понимаем, что мы умрем в любом случае. Но бывает и такое, когда благодаря командному сливу и затяжному бою при множестве целей получалось жить, наколачивать урон и адреналиново сливаться, зарабатывая при поражении опыта чуть ли не как вражеский топ. Словами такое не передать. Но показываю я вам тот бой, который расположился ровно по центру, между адовой неудачей и адреналиновым фонтаном. В этом бою так получилось, что был зарезан вместе с авианосцем, который заставлял меня бояться идти в явную агрессию, и поэтому точку Б я изначально забросил. Пошел на точку А, ведь туда направлялась вся команда, но при встрече с противником отвернул близ линкоров. Они, к сожалению, не продолжили атаковать, поэтому дальше пришлось крутиться и вертеться вокруг острова, настреливая потихоньку урон и разжигая норку. Было бы неплохо бы, конечно, еще все это время пострелить по рону, но так уж получалось, что именно немецкий крейсер оставался всегда для меня самой неприятной и неудобной целью. Поэтому, даже тогда, когда норку уже практически уничтожила, рон остается практически фуловым, вовремя обращая внимание, что есть слева по борту изюм, который успел отправить по мне залп, но промахнулся. Подхожу под инвизом к нему максимально близко, чтобы смочь его торпедировать, но замечаю, что он отворачивает налево. Хотя, если бы он продолжил путь вперед, то после того, как я бы отправил в его сторону торпеды, я бы спокойненько развернулся кормой и продолжил бы отступать и выжигать изюм. Кстати, замечу, что именно благодаря маскировке удается выполнить такой нехитрый финт, за счет чего ту опасную стадию боя, когда я должен был бы показывать борт противнику, проходит в тот момент, когда я не свечусь. Ну а на отступление, я еще раз повторюсь, в угол пробития зао не так уж и просто, поэтому у изюма не было никаких шансов, а попавший ему в борт линкорный залп лишь ускорил его участь. Тем не менее, так получается, что по стволам в данный момент противники ведут, и поэтому я понимаю, что дальше нет возможности отступать. Если бы я продолжил отступать дальше, то были бы потрачены важные секунды, которые могли бы помочь нам победить. Знаю, что вражеский корабль сейчас находится на точке Б, знаю при этом, что слева у меня могут обстрелять, также справа где-то тусуется Чапаев. В общем, как ни крути, получается, что я залазю, ну, грубо говоря, под перекрестный огонь. Но уничтожение гири на точке Б очень и очень важно, поэтому включаю габ, думаю, что сейчас получится его подсветить, и в случае чего его заберет авианосец, ведь не просто так стоят тут его бобры. В это время еще думаю уничтожить Гинденбург слева по борту, потому что остается у него боеспособности буквально на пару залпов, и спустя один из залпов, как вы видите, пару пожаров и 2000 хитпоинтов в остатке не оставляют ему никакого шанса. Но так как он успел отправить в меня залпы, я сделал левую циркуляцию, чтобы не поймать целый борт цитадели, и обращаю внимание, что гиря остается на лоу хп. 14 хитпоинтов, а я в левой циркуляции. Не знаю, как из нее выпутаться, просто продолжаю светить и надеяться, что авианосец может забрать гирю, потому что ну очень не хочется выскакивать на гирю и ловить от него торпеды. Немного половировав вокруг острова, отмечу, что с самого начала не планировал забирать гирю, то есть после того, как я оказался в роли догоняющего вокруг острова, я стал сразу легкой целью для тех же самых торпед. Поэтому просто продолжал светить и ожидал, когда же наконец-таки его заберут. Или вдруг, если гиря подставится, пустит торпеда и останется на линии огня, я бы тогда его уничтожил. Сразу после его уничтожения занимаюсь Чипаевым, потому что именно на точку С сейчас рвется наш Эсекс, чтобы застопорить накопление очков превосходства с этой точки. В это время я беру точку Б, и получается, что совсем недавно выигрывавшая противоположная команда оказывается весьма щекотливой ситуации, когда необходимо идти в атаку или постараться защитить минимальными силами те точки, что есть у них. И если Эсексу ничего не угрожает, то мне вполне себе серьезно угрожает Югума. Но благодаря тому, что Эсексу мне помогает и вовремя подсвечивает данные сменится, так получается, что я оказываюсь совершенно в безопасности. Поэтому через несколько секунд Югума умрет, ну а дальше уже придет очередь рана. Я немного перестраховался в один из моментов своей атаки, поэтому так получается, что Кракен мне не достался. Тем не менее, победа сама по себе уже неплохой показатель. Что ж, на этом можно переходить к результатам. Ну а как итог, получается, что ЗАО это универсальный и многофункциональный крейсер, который способен дать прикурить любому встречному в рандоме, не плоскопалубному кораблю. Данный корабль может порадовать как любителей взвешенной перестрелки на дистанции, так и самых отчаянных бойцов, предлагая разнообразные тактики и прокачки под любимый стиль игры. Главное, что остается неизменным всегда, так это широкие возможности корабля и высокое влияние на ход боя даже при сольной игре. ЗАО это тот корабль, который может набивать урон и быть при этом незаметным захватчиком, может танковать линкор и сжигать его в ответ. И такой геймплей словами не описать. Просто рекомендую опробовать данный крейсер самостоятельно и решить, какой геймплей по вкусу вам. На этом все, под конец по классике, подписывайтесь, если было интересно то, что услышали, ставьте лайк, если не заскучали и конечно же активируйте колокольчик, если не хотите пропустить новые видео. Рекомендации друзьям опять же приветствуются. Вот и все, пока-пока, до связи.